Ну и сейчас в эфире РБК спецпроект «Лица украинского кризиса». Это последняя серия. И в центре внимания настоящий тяжеловес. Губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский. Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Игорь Коломойский, 51 год. Помимо украинского, также имеет израильское гражданство. В марте 2014-го стал губернатором родной Днепропетровской области. Для противостояния повстанцам создал частную армию, которая, впрочем, защищает не столько народ, сколько бизнес-интересы Коломойского. Включают они, кажется, все. Нефть, банковский сектор, авиаперевозки, футбол, медиа. У днепропетровского олигарха есть даже свой горнолыжный курорт в Карпатах. Патриотизм одного из самых влиятельных людей на Украине исчисляется в деньгах. Те, кто хоть раз имел дело с Коломойским, говорят, он никогда не будет делать то, что ему невыгодно. На заре 90-х Коломойский торговал компьютерами и телефонами. Тогда же встретил партнеров, с которыми ведет бизнес до сих пор. Тех, кто не входит в ближний круг, Коломойский может запросто кинуть. Его называют первым в условном списке бенефициаров Евромайдана и последовавшей за ним смены власти. На баррикады, в отличие от Порошенко, днепропетровский бизнесмен не забирался, но медийную поддержку через подконтрольный ему СМИ героем новой революции обеспечивал. С начала 2000-х Коломойского чаще можно было встретить в Швейцарии, чем на Украине, но руку на политическом пульсе он держал всегда. В нужный момент вернулся и даже занял кресло губернатора Днепропетровской области. С помощью Игоря Коломойского удалось удержать Днепропетровск под влиянием Киевского центрального правительства, Одесскую область. Проект Новороссия не получился, именно потому что Коломойский смог организовать и добровольческие батальоны, и укрепить власть Днепропетровской на юге Украины. Частная армия Коломойского состоит из как минимум четырех так называемых добровольческих отрядов. Самый известный элитный спецназовский батальон Днепр-1. По данным Форбс, ежемесячно на экипировку оружия и зарплату бойцов Коломойский тратит около 10 миллионов долларов. Именно армия Коломойского, насчитывающая несколько тысяч человек, дает основной отпор повстанческим отрядам. В отличие от донецкого бизнесмена Рината Ахметова, Коломойский смог хотя бы на время превратиться в общественном сознании из идиозного олигарха в спасителя отечества. А все потому, что руки у Коломойского с политической точки зрения были развязаны. Совладелец группы «Приват» никогда не ассоциировал себя с конкретной партией. Публично чаще поддерживал Ющенко, но свои люди у Коломойского были и в блоке Юлии Тимошенко. Во время правления Януковича Коломойский, которого друзья называют Бене, в честь Бене Маклера из одноименной блатной песни, умел выходить победителем из щекотливых ситуаций. В полноценной атаке на его бизнес семья Януковича устроить так и не смогла, поскольку Коломойский всегда грамотно выстраивал бизнес-модель своей многопрофильной империи. 14 лет Коломойский контролирует компанию «Укрнефть», при этом будучи ее миноритарным акционером. И он и не пытается получить контрольный пакет, его гораздо больше устраивает, что все убытки и долги и проблемы компании достаются государству, а сливки с ним айтон. Я думаю, что и в ситуации политическом он попытается действовать именно таким образом. Уже сейчас влияние Коломойского распространяется за пределы Днепропетровщины и, в частности, затрагивает Одессу. Губернаторский пост там занимает протеже, олигарха Игорь Палица. Он занял свое кресло спустя четыре дня после трагедии в Доме профсоюзов. В российской прессе довольно активно муссировались предположения о том, что Коломойский имеет к поджогу непосредственное отношение. Как минимум потому, что он якобы финансировал праворадикальные группировки. Впрочем, и председатель националистической партии «Свобода» Олег Тегнебок, и лидер парового сектора Дмитрий Ярош сообщение о спонсорской помощи из Днепропетровска на публике отрицают. По мнению экспертов, Коломойский не мечтает стать хозяином всей Украины. Как умному и прагматичному человеку ему достаточно контролировать часть страны или вовремя разменять политическое влияние на экономические преференции. Коломойский активно лоббирует идею реприватизации. То, что бизнес превыше всего и даже войны, понятно из его интервью Пятому каналу. За сводками боевых действий предприимчивый губернатор вовремя заметил, что глава фонда госимущества хотел по дешевке продать один из крупнейших одесских заводов олигарху Дмитрию Фиртышу. Я лично ему позвонил, спросил, а ты ничего не перепутал? Когда он собирался из расчета за 100% суммы химпрома попросить Фиртыша 35 миллионов долларов США. То есть янукович пришел, а справа его продолжать. Да, я спросил, ты ничего не перепутал? Там посмотри в окно, там новости, может, посмотришь. Януковича уже нет. Левочкин уже не на банковой. Фиртыш в Вене там что-то дожидается. Коломойский один из немногих, у кого есть реальный военный ресурс для того, чтобы влиять на ход конфликта. Сама по себе война прибыли ему не приносит. Но с каждым днем ставки в игре за послевоенный передел собственности повышаются. И в этом смысле блицкрик ему тоже не выгоден. Алина Гребнева, Дмитрий Лобо, РБК.